Вот такая правда, она порой никому не нужна. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о такой очень интересной теме. Я делала опрос на своём YouTube-канале. Снять ли вам видео о коронавирусе опять или о материнстве? Поговорить о материнстве, что это такое в итоге, радость это или всё же невроз? Что такое материнство? Давайте просто поговорим вообще, что такое сначала дети. Дети, да? И вообще беременность, когда мы беременем. Что такое на самом деле беременность? Что такое вообще? Как к этому отнестись? Я понимаю, что меня смотрят очень много мам уже, которые в принципе прошли это всё на себе. Но надо сказать, что материнство просто-напросто порой не бывает таким, которым нам говорят, рассказывают, показывают по телевизору. Маленький малыш, как его красиво целовать. Эти сладенькие ножки, ручки. Всё такое вкусненькое. Запах такой нежный. И всё это, естественно, есть. Всё это есть. Но вопрос всегда, каким трудом. Поэтому, если коротко посмотреть и убрать вот эти, скажем, нежные эмоции, маленьких ручек, ножек и всего подряд, то с чем мы можем на самом деле столкнуться? Все 9 месяцев мы, в принципе, если так посмотреть на ситуацию, сами себе не совсем принадлежим. Почему? Потому что первый триместр у нас обычно какая-то тошнота, мы чувствуем себя не очень. Второй триместр мы обычно более-менее встаём на ноги, начинаем ходить и гулять. И, в принципе, в этот же момент уже подходит и третий триместр, когда у нас вырастает огромный живот. Возможно, появляются отёки, возможно, мы начинаем плохо спать, появляется какая-то бессонница, где-то что-то тянет, болит. И, в принципе, ваше тело, оно, можно сказать, в этот момент принадлежит не вам, а вашему ребёнку, потому что он в нём развивается. И все ваши, в принципе, силы организма брошены на то, чтобы развить этого маленького малыша. Это, конечно же, очень большое ожидание. Вы ждёте, вы хотите. И когда рождается малыш, многие видят, ну, так, можно сказать, нас обучили, так показывают, насколько малыш хорошенький, маленький. У нас включаются женские гормоны, защита ребёнка и так далее. Но, помимо всего этого, если, я говорю, убрать вот эти вот эмоции и убрать гормоны, то, если трезво смотреть на ситуацию, то после родов у нас, в принципе, появляется на руках ребёнок, а точнее человек, который ещё для этого мира не созрел. То есть ему надо ещё минимум год, чтобы встать на ноги. А это значит, что у нас в следующий год мы будем, в принципе, ухаживать за человечком, который ещё абсолютно не созрел. То есть ему надо забота, ему надо поддержка 24 часа в сутки. И это, если я говорю, убрать вот красивенькие ручки, нежный запах, любовь и так далее, и так далее, то надо трезво понять, что на женщину, на мать, в этот момент кладётся колоссальная нагрузка. Почему? Потому что она должна теперь, в принципе, ухаживать за неспособным человеком, который не способен в данный момент ухаживать за собой. И на это порой, ну как бы вот этот момент, на самом деле, этот момент материнства не все женщины до конца понимают до родов. Потому что я говорю, вот эти вот моменты где-то по телевизору, маленький ребёнок, красиво украшена комната, красивая кроватка, разные баночки, бутылочки, сосочки и так далее. У нас включаются материнские инстинкты. Мы хотим, любим. Это абсолютно всё прекрасно, друзья. Это я сама очень люблю это всё. Но я говорю, если, опять же, трезво посмотреть на ситуацию. То есть мы начинаем ухаживать за недееспособным человеком. И если вы осознали это, то вам материнство дастся гораздо проще. Почему? Потому что вы понимаете, что вы в данный момент этому человечку нужны на 100%. Если же вы это не осознали, потому что есть такие женщины, которые начинают убегать от этого человечка и говорить, я устала, я не выспалась, я в себя плохо чувствую, пускай муж... Иногда я смотрю, знаете, в инстаграме какие-то такие моменты, когда женщина родила ребёнка и показывает видео, как она наливает себе кружку кофе. Всё, я устала. Пускай муж укладывает ребёнка. Извините, ребёнку всего два месяца. Ну ладно, муж пускай укладывает, я просто хочу отдохнуть. Друзья, понятно, логично. Ребёнок – это просто колоссальный труд. Материнство – это просто колоссальная нагрузка на женщину. Почему? Потому что я говорю, вы не принадлежите больше себе. Вы принадлежите этому маленькому ребёнку, который требует от вас каждый день ваше внимание. И если вы это поняли, если вы отключите все вот эти сладостные фотографии, ручки, ножки, запашок и так далее, а включитесь по-настоящему и поймёте, что этому человечку нужна только вы, как мать, и да, в какой-то момент вы можете передать ребёнка мужу, пока ребёнок там бодрствует, играет, ещё что-то, и сами как-то отключиться, отдохнуть. Естественно, мы человек тоже, да, то есть женщина, она тоже человек, ей надо тоже просто удовлетворить свои какие-то физические, обычные базовые потребности, сходить в душ, сходить в туалет, просто хотя бы расчесаться, я не знаю. Естественно, это нам тоже хочется. Но к чему я это всё говорю? Что материнство порой не то, что нам транслируют, а позже уже женщина сталкивается с более сложной реальностью. И это, друзья, не только один год, пока ребёнок встал на ножки. Когда ребёнок встаёт на ножки, может быть, становится чуть-чуть полегче, да? Дальше приходит кризис уже второго года, а потом и третьего, где в три года ребёнок начинает показывать свой характер, брыкаться, кусаться, толкаться, убегать, не слушаться, говорить всегда «нет», устраивать истерики. И на это на всё нужны мы, именно мы, как родители. Здесь уже может активно, конечно, позже и подключиться папа. Но первый год жизни здесь надо понять, что ребёнку нужна очень только, в принципе, мама. И на это надо просто осознавать. Вот это мой, наверное, посыл, что в этот момент, конечно же, у женщины, у любой может прийти невроз, усталость, разбитость. Особенно это также зависит от характера женщины. Есть женщины, которые полностью посвящают себя ребёнку, могут полностью сидеть все 24 часа в сутки с ребёнком и этим наслаждаться. А есть женщины, которые начинают очень быстро уставать от этого и убегать от ребёнка. И здесь надо понять, что при любой ситуации, какая бы женщина вы ни были, с каким бы характером вы ни были, что вы, например, можете сидеть всё время дома или вы не можете сидеть всё время дома, ситуация сильно не меняется. У вас есть ребёнок, которому нужна забота. Чтобы он более-менее начал соображать, понимать, чуть-чуть встать на ноги, это на самом деле надо минимум 5 лет. Минимум 5 лет. Это, я уже говорю, чисто из своего опыта. Поэтому для меня материнство, я скажу так, однозначно радость. Но материнство — это колоссальный, огромный труд. Если вы поймёте, что вы именно тот человек, который взращивает в данный момент недееспособного человека, который не может за собой ухаживать, не может себя одеть, не может себя накормить, не может, извините, вытереть себе сам попу и так далее, и так далее, и так далее. И если у вас это ещё не один ребёнок, а их два, то, друзья, можно сказать, как бы очень-очень-очень всё нелегко. И в этот момент вам надо просто понять, что вы занимаетесь вашей в данный момент задачей не просто быть мамой. Мама — это как бы звучит красиво. Быть мамой. А если трезво посмотреть на ситуацию, то вы взращиваете в данный момент недееспособного ребёнка, недееспособного человека, который только начинает обучаться в этой жизни чему-то. И вы именно тот человек, который должны обучить этого ребёнка. Потому что кроме вас, кроме мамы, в принципе, ну, папа, конечно, тоже должен участвовать, но обычно папа всё-таки больше проводит времени где-то на работе, да. Кроме вас, в принципе, этого ребёнка, ну, никто не хотел. И, в принципе, если не вы, то кто? Да, вот такой вот момент. Поэтому, да, друзья, материнство может быть разным. Здесь всё зависит и от ребёнка. Конечно, бывают и потише дети, и поспокойнее характером. Есть дети, конечно, более шебутные. И есть такой момент, что всё зависит также и от характера вашего, да. Поэтому кто-то видит в материнстве только радость, а кто-то прям плачется и убегает от детей. Поэтому, друзья, материнство, конечно, это радость, но радость с большим затратом сил и терпения. Вот что для меня материнство. И хотела бы тоже коротко, совсем чуть-чуть, к этому видео добавить такой вот посыл. Недавно я просто читала в Инстаграме разных там блогеров и наткнулась на одну блогершу, которая родила недавно ребёнка. Ребёнку три месяца. Она кормила грудью ребёнка. После трёх месяцев ей, в принципе, это надоело. Причём она это открыто говорит и пишет, что она всё больше не способна и не хочет кормить ребёнка грудью. Она перевела ребёнка на бутылочку. После того, как ребёнок привык к бутылочке, буквально там за неделю, за две, она пригласила своих родителей и с мужем уехала отдыхать в Сочи, кататься на лыжах, в общем, проводить время с мужем. И оставила двоих детей. Первому ребёнку в районе где-то три, может быть, года. И второй девочке где-то, вот я говорю, три месяца. И что я вот хочу сказать, друзья. И она это всё рассказывает под тем соусом, что с мужем тоже, конечно, надо проводить время и отключаться, чтобы, в принципе, семья была крепкой и так далее, и так далее. На что я не смогла удержаться, я написала такой комментарий. Обязательно надо, конечно же, проводить время с мужем. И если есть такая возможность, тоже выезжать без детей тоже в отпуск, если есть такая возможность. Но только тогда, когда детям хотя бы минимум 3-4 года. Но не тогда, когда у тебя трёхмесячный малыш, которого ты просто целенаправленно перевела на бутылочку и оставила родителям, своей матери, женщине, опять же, в годах 60-летней, которая вынуждена ради своей дочери, чтобы та покаталась на лыжах, оставлять ребёнка ей на плечи, можно так сказать. И вот здесь, друзья, для меня лично я говорю, что такое материнство. Радость — это или невроз. Так вот здесь надо сказать, материнство — это радость и труд. То есть, я говорю, надо осознанно, когда делаешь ребёнка, понимать, что за этим дальше последует. А последует это, что ты с мужем, в принципе, не должна никуда ехать. Почему? Потому что у тебя есть тот малыш, который требует и хочет только тебя, а не какую-то бабушку, дедушку, тётю, няню, ещё кого-то. И я за то, чтобы, если рожать так же детей, осмысленно это делать, подходить к этому вопросу более серьёзно и понимать, что только вы тот человек, который нужен хотя бы первый год ребёнку. Понимаете? Уже не говоря, конечно, о дальнейших годах. И я, друзья, написала свою точку зрения, что в три месяца, извините, как бы здесь ребёнку нужна мамина сисия и мамина тёплые руки и её запах. А не так, что мама где-то катается на горке с папой. И представьте, не дай бог, что в этот момент может случиться. Не знаю, сойдёт лавина или ещё что-то. Бывают такие случаи. Не дай бог. И этих родителей, например, не станет. Что тогда классно той бабушке и дедушке, которые кому оставили этих детей в данный момент. Но это уже другая тема. Поэтому, друзья, всё должно быть всегда в меру. Вот такой вот мой посыл. Когда я написала этот комментарий, меня, конечно же, мой комментарий сразу же удалили. Потому что, естественно, очень многие меня поддерживают. Но вот такая правда, она порой никому не нужна. И в целом меня любят где-нибудь заблокировать. Там, где та правда, которая есть, она очень болезненно воспринимается какими-либо блогерами. Да, друзья. Ладно, всего вам хорошего. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok